Всем привет! Сегодня суббота, 8 октября. Меня зовут Ренат Хасанов и мы выходим с нашим еженедельным обзором финансовых рынков от сайта FETOINVEST. Ну, в целом, неделю эту мы в себе, конечно же, ставим большой плюс. Нам удалось предвидеть движение как российского, так и американского рынка. Тут и там, и там мы достаточно вовремя осуществили продажи, в общем-то, близко к максимуму локальному. Ну и вот в целом, конечно, рынок ведет себя не очень, но FETOINVEST успешно справляется с текущими сложностями. Посмотрим, как мы будем делать это и дальше. Значит, смотрите, наш индекс FETOINVEST.RU не показал больших изменений, впрочем, как и индекс Мосбиржи. При этом и у нас, и у Мосбиржи был достаточно неплохой рост, но вот там в пятницу пришел очередной обвал российского рынка, но об этом поговорим, когда будет график соответствующий. В общем, наши результаты неплохие. Мы тут закупились акциями Газпрома по полной программе. Ну, вы уж извините, если вы сливаете, все подряд по каким-то смешным ценам. Можно покупать, ну, по сути, деньги, да. Не понимаю я, зачем все это происходит, что такое в головах у людей сейчас наступило. Ну, мы поступаем, как поступаем. Что произошло в Америке? Здесь у нас, смотрите, произошел рост, ну, почти там на 4%, даже больше. При этом американский рынок лишь, ну, знаете, как это формально показывает, ну, в принципе, плюс 1%, он вот так вот находится, в таком вот положении. И то, что он не упал там до уровня закрытия прошлой недели, это говорит лишь о том, лишь о том, что, во-первых, было ралли в первые два дня, а во-вторых, он просто еще пока до него не дошел. Может быть, он об него сможет опереться, но тем не менее. Здесь то же самое. Мы продали практически все акции в Америке. Там у нас осталось 4. И то мы их не продаем, ну, потому что, ребята, смысла нет. Это фундаментально недооцененные, сильно недооцененные бумаги, ну, которые и так, кстати говоря, сильно упали. Они продолжают падать, что характерно, да. Но мы здесь считаем, что, ну, ловить нам там низ, там, какой-то еще, ну, смысла нет. Они, ну, пускай будут снижаться, ничего страшного, да. То есть, основной-то портфель мы продали, поэтому, в общем-то, наши результаты, вот эти плюс 2,5% по сравнению с SPX, да, это вот результат того, что мы вовремя осуществили продажи, увидели изменения технической картины на рынке, ну, и соответствующим образом сохранили большую часть своего капитала. Но повторяю, то, что там 4 акции болтаются, ну, болтаются, пускай болтаются. Я не вижу необходимости в этом, да, там, каких-то там делать вот таких вот движений, да, и там тоже. Потому что всегда мы должны понимать, в чем, в чем, в чем достоинство стратегии купи и держи. В том, что рост недооцененных бумаг может произойти, ну, практически в любой момент. Понимаете, и какая-то положительная новость, еще что-то, да. Раз, и все взлетает. Поэтому мы, ну, с большой неохотой вообще продаем-то наши бумаги, которые в нашем индексе есть. Но вот те, которые оставили, во-первых, там уже большое снижение произошло их. Они все ниже, ниже, ниже. То есть, они становятся все более и более привлекательными. Точно так же, как, например, акции «Газпрома» в России. Почему рынок? Ну, вот рынок считает, что все пропало. Ну, вот я так не думаю. Я так не думаю, поэтому все будет только лучше. Поэтому продолжайте сотрудничество с нашим сайтом. Подписывайтесь на наши услуги. Приходите к нам. Это инвест. Ну, мы знаем, что мы делаем, ребят. Ну, давайте посмотрим на ситуацию в России. Значит, у нас здесь что произошло? Вот где-то вот здесь вот мы продали. Где-то вот здесь вот мы продали. Мы продали три ликвидных акции. То есть, продали практически весь свой портфель «Б». Но мы оставили «Газпром». Остальные, то, что у нас осталось, ну, это акции средней и низкой ликвидности, которые тоже стоят неимоверно дешево. И тоже, как бы, смысла вот их в этой ликвидности, в эти игры там с тех анализом играть здесь точно нет. Ну, тем не менее, вот смотрите, мы освободили наш портфель. И в пятницу произошло достаточно ощутимое падение. Я считаю, что это падение было именно связано с техническими причинами. То есть, рынок брал-брал вот эту вот синюю линию, но не смог взять в итоге, да. И откатился назад. Еще на него воздействовало вот почему-то вот этот дивиденд «Газпрома». Ну, я не до конца понимаю, что такого страшного вы ждете. Ну, даже если он упадет в понедельник. Ну, и что, да. Во-первых, сама доходность достаточно приличная. Даже если мы ее полностью сейчас потеряем, ну, день, два, три месяц может пройти, понимаете. И все ситуация может существенно измениться. Вы должны понимать, что таких оценок, как сейчас, на российском рынке, ну, никогда не было. Ну, может быть, было. Ну, это было, там, в пятнадцатом году, допустим, да. Ну, опять же, и тот же «Газпром» не демонстрировал таких финансовых результатов. Газ стоит дорого. Знаете почему? Потому что «Газпром» ограничивает поставки. До этого момента, ну, я не знаю, когда этот момент наступил, ну, где-то в 22-м, 21-м году, они понимали, что раздействует формула, по которой, там, цена на газ привязана к некой нефтяной корзине, там, еще к чему-то, ну, то ему, «Газпром» было выгодно всегда продавать столько, сколько, ну, было возможно, понимаете. Поэтому всегда шел максимальный объем. Ну, Европа изменила эту формулу, предпочла спотовые цены. И сейчас вот эти спотовые цены, ну, они, по сути, находятся на столь высоком уровне, что, конечно же, можно ожидать их снижения, но, вы поймите, ну, буквально два года назад, не то чтобы таких цен, просто даже никто не представлял себе близко даже такой картины, а «Газпром» все равно был прибыльным. И вы боитесь, там, какого-то разрушения прибыли этой компании? Ну, я не до конца даже понимаю, в чем здесь причина этого. Ну, там, что подорваны какие-то трубопроводы, ну, они и так не работали, с другой стороны, понимаете. Ну, оказывается, там не все так уж печально подорвано, кое-что осталось, понимаете. То есть, все можно включить, уже сказали. Там «Северный поток-2». Поэтому мое мнение в относительной ации «Газпрома» сейчас, ну, вы уже опоздали, но вот если будет сейчас падение очень большое в понедельник, ну, так скупайте их вот на этом падении, да. Ловить низ, конечно, я вам не советую никогда. Лучше дождаться технической модели. Ну, я, ладно, я так и быть обещаю вам в наших новостях, которые мы регулярно публикуем. Если будет новая техническая модель роста «Газпрома», я вам ее обязательно публикую. Так что российский рынок, смотрите, находится в целом в негативной зоне, да. И поскольку мы ждем с вами обрушения акций «Газпрома», оно в понедельник, то, может быть, даже вот этот уровень 1840 не устоит. И мы будем искать новый низ. Ну, что ж, будем искать новый низ. Я подчеркиваю, в нашем портфеле все в порядке. У нас большие дивиденды мы собираемся получить. Мы получим дивидендов столько, сколько примерно занимает один слот. Ну, то есть, вот примерно, вот мы как-то раскладываем акции, да. Один средний ликвидный слот в нашем портфеле. То есть, фактически мы приобрели, за счет этого дивиденда, приобретем дополнительную какую-то целую акцию, да. вот такую, достаточно приличную, понимаете. То есть, по-моему, это было правильное решение. Даже если временно мы будем испытывать какие-то здесь сложности, ну, вот, знаете, фундаментальные факторы все равно возьмут свое. И то, что вот сейчас произошло, вот с такими ценами, и еще там на закрытии мы купили даже «Газпром» по 201 рублю, а закрылся он на 195. Ну, то есть, можно было еще ниже купить. Ну, вот, ладно, не купили, ну, ничего страшного, да. Поэтому российский рынок будет падать. Ну, и где-то потом мы с вами нащупаем новое дно. Ну, наш портфель остается в том виде, в каком остается. Ну, достаточно облегченном таком, да. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, ну, смотрите. Теханализ у нас работал, который мы вам представляем, работал практически везде. То есть, единственный график, где не будет работающего теханализа, это будет график нефти. Смотрите, доллар рос в соответствии с технической моделью, которую мы вам ранее показывали. То же самое происходило и с юанем. Но здесь все-таки вот в пятницу сформировалась разворотная модель. То есть, сейчас уже рубль смотрит вверх по отношению к китайской валюте. Ну, можно спекулятивно продавать юани, покупать рубли, смотрите сами. Далее, нефть. Рынок нефти. И вообще все мировые рынки, они, по сути, находятся под тем же давлением, от которого я вам говорил. Под давлением роста процентов ставок США. За исключением нефти. Ну, в нефти, видите, произошло событие такое неординарное. ОПЕК плюс увеличила, сократила, точнее, свои поставки на 2 миллиона баррелей в сутки. Это очень большой объем. И по высказываниям я так понял, что фактически никто ничего не будет, ну, так прямо сокращать. Ну, поскольку и так предложение нефти сокращается. Поэтому вот рынки начинают это вдруг осознавать. До этого они этого не думали об этом. Да, вот все слива, они же все сливают, смотрите, да. Все сливают для того, чтобы купить облигации США, которые падают. Бред, конечно, но все так и есть. Ну, вот в отношении нефти ситуация как-то начинает меняться. Понимаете? То есть, все падает. Сегодня падал американский рынок. Об этом скажем чуть попозже. Все падало за исключением нефти. Нефть теперь воспринимается как ценный товар, коим она и является. Посмотрим дальше. Ну, а дальше вот все технические модели, о которых мы вам пишем в наших новостях, но они, по сути, все реализовались. Ну, вот биткоин, смотрите. Ну, вроде как чуть-чуть он тут вот оживал, и все равно негативная модель случилась. И криптовалюта так находится под очевидным давлением. Ну, очевидным давлением ухода капитала из нее, ну, и переключение на вот эти самые трежерис, ну, что, конечно, является полным бредом, но это так и есть. То же самое золото, смотрите. Здесь была техническая модель. Мы, кстати, продали в Америке, чего давно не делали, и золотодобывающей компании тоже. И они строго пошли вниз вместе с золотом и вместе со всем рынком. Ну, вот, кстати говоря, я не хотел продавать никогда золотодобывающей компании по той же логике, которую я вам говорил. То есть, ну, какой смысл? Ну, ниже она будет. Ну, все равно, когда-то же должно произойти взлет от того же золота. Ну, вот пока-то его не наблюдается. И та сила, вот эта, ну, я не знаю, да, тренд, назовем его, да, который на международных рынках происходит, а весь он, понимаете, то есть, весь капитал выдувается со всех, со всех, со всех рынков для того, чтобы влиться в трежерис американский. Ну, это очень странно, но это вот такой факт, понимаете. Я не знаю, что будет, если они достигнут, я повторяю, 5% доходности. Все рухнет, да, но пирамида американского долга должна будет сохраниться, что ли. Ну, вообще-то, когда-нибудь, когда-нибудь какое-то понимание придет, как оно, как видите, вот пришло с нефтью. Ну, не исключено, что нефть тоже здесь, смотрите, начнет потом где-нибудь снижение. Мы тут увидим очередную модель техническую вниз, так как все равно вот это давление, оно идет. То есть, оно по большому счету, черное золото справилось с трендом, с которым справиться, по сути, невозможно. Ну, и вот, что происходило, смотрите. Доходность вновь развернулась вверх. Мы видим с вами, причем, техническую модель роста доходности. Она сформирована была чуть ранее, но мы не пишем про облигации США почти что в своих денег, ну, и не пишем, да, в ежедневных наших новостях, но, тем не менее, вот смотрите, модель сложилась вверх, вверх, потом дальше следом идет американский доллар, то есть, ну, по сути своей, такой же в точности график, индекс доллара, все дороже, и дороже становится американская валюта. Там мы сейчас с вами, наш новостной фон лишен, международной повестки дня почти что, да, но известно, что падают все валюты по отношению к доллару, и это становится проблемой, поскольку они же там, поймите, за доллары-то должны закупать, например, ту же нефть, что-то ценное, да, оно все равно торгуется за доллары, а доллары все как пылесосом забираются, да, забираются, забираются, вот чтобы в эти трежерис получить там некую 3,8% годовых, ну, при инфляции там 10, ну, тем не менее, они все равно падают. То есть, тренд этот, ну, конечно, он может развернуться, вот здесь, смотрите, уровень, вот этот 4, чуть выше 4, он здесь, конечно же, может и устоять, но тогда развернулся опять акция, скорее всего, но, тем не менее, вот ситуация такая вот странная, почему-то весь мир находится в зависимости от вот этих облигаций, да, но это говорит о том, что весь этот вот рыночный порядок может тоже как-то потом видоизмениться. Ну, и американские акции, смотрите, здесь модель негативная, я вот эту вот ее показал, да, мы продали где-то здесь, да, в общем, и большое обрушение, рынка-то опять произошло, но, смотрите, новое, новый минимум находится вот здесь, до него еще не дошли, поэтому, ну, вот формально, смотрите, вот эти вот разницы, вот здесь и здесь, да, вот это где-то полтора процента. И формально американский рынок за неделю получил доходность, ну, хотя, когда вот так вот все смотрят вниз, ну, такого оптимизма, может быть, не стоит испытывать. Но, тем не менее, скорее всего, вот здесь будет борьба вот за этот минимум, посмотрим за ней, если он дважды будет пройден, тогда, ну, тогда мы продолжаем, будем продолжать оставаться в той позиции, в которой сейчас, то есть, с четырьмя акциями в Америке. Если какие-то изменения технически произойдут, мы вновь нарастим свой портфель, ну, не знаю, там по полной программе или нет. В целом, негативная ситуация в России, ну, я вам объяснил, почему, да, в Америке, вот технически такая, да, нехорошая, ну, еще и, повторяю, все находится под давлением растущих процентных ставок, то есть, падающих облигаций, иначе говоря, да, поэтому посмотрим на ситуацию, как она будет развиваться, ну, пока в целом прогноз на неделю негативный. Спасибо за внимание. Продолжение следует...